Вычитать и умножать малышей не обижать и еще много чего интересного и полезного этим выпускникам детских садов еще только предстоит освоить. По всему городскому округу прошли торжественные линейки. В этом году в Химках за парты сели более 4000 первоклассников. Например, десятки новых учеников займут места за партами в гимназии номер 16. Уже 4 года подряд она подтверждает свой статус одной из лучших школ Подмосковья и входит в рейтинг топ 500. Держать эту планку пожелал ребятам лидер движения общественной поддержки Химки «Интересно жить» Николай Кашников. Сегодня они стали школьниками и для них прозвенит первый школьный звонок. Поэтому я еще раз желаю ученикам, школьникам быть усердными, уверенными. Удачи и успехов! А это линейка в 10-м лицее. У кого от счастья, а у кого от волнения, но все эти детские слезы были искренними на празднике. В этом году здесь начнут свою учебу около 100 первоклассников. Терпение родителям и усердие ученикам пожелала лидер движения общественной поддержки Химки «Интересно жить» Надежда Смирнова. 1 сентября дает новый старт, новый этап яркой, познавательной, насыщенной учебной жизни для всех химкинских школьников. А это уже аэрокосмический лицей номер 13. В первый класс пошло рекордное количество детей – 200 учеников. У нас в этом году очень много изменений, потому что мы сливаемся со второй школой. И наша семья увеличивается практически в два раза. В этом году у нас начнут новый учебный год 1800 учащихся лицея. Мы в ряды свои принимаем 7 первых классов. У школьников 13-го лицея сегодня праздник двойной. У ребят появился современный стадион с беговыми дорожками и футбольным полем. Поэтому сразу же после линейки, несмотря на кратковременный дождь, юные футболисты отправились опробовать новое спортивное сооружение. Раньше мне стадион не очень не нравился, потому что не было такого покрытия, как сейчас. А также я любитель поиграть в футбол, как остальные ребята. Для меня сейчас стадион, очень для меня он красив сейчас, и мне очень хочется на нем играть в футбол. Оценили новый стадион и родители учеников. Он, наверное, не ремонтировался со времен, когда я еще училась в 13-м лицее, а это было достаточно давно. Сейчас, конечно, приятно посмотреть, приятно ходить. Радостно, что у детей появилась возможность заниматься на хорошем покрытии, потому что когда хорошее оборудование и оснащение, естественно, хочется больше заниматься и хочется достигать лучших успехов. С просьбой построить новый стадион обратились родители учеников и педагоги. Год назад мы тут с вами стояли, обсуждали, и говорили, все хорошо у нас, справляемся, замечательно, дети растут, молодцы, радуют. А вот стадиона не хватало. Спасибо вам большое. Очень рады, очень рады, что все это вовремя. Мы ходили тут все лето, все щупали, все проверяли, ну не придраться. Подрядчик добросовестно отработал, молодцы, мы довольны. Важно само содержание его как спортобъекта, а также, конечно, наполнение, чтобы здесь занимались спортом, чтобы он жил. Помимо уроков физкультуры, на стадионе будут проводить тренировки местная футбольная команда. По словам родителей, также есть инициатива создать футбольную команду для девочек и отделение легкой атлетики. Для этого здесь есть беговые дорожки и прыжковая яма. Идею создать спортивное ядро на базе 13-го лицея активно продвигали лидеры движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Они же и следили за качеством выполнения работ. Это уже второй объект. Первый объект был построен в 14-й школе. Вчера открыли объект в 13-й лицее. Сегодня, конечно, когда строится новая школа, уже, конечно, изначально в проекте закладываются спортивные площадки, спортзалы. Но поскольку школа уже с историей, естественно, стадион был очень старый. Вот его привели в порядок. Новые дорожки, новое футбольное поле с искусственным покрытием. Конечно, это должно быть в каждых школах, это надо делать, потому что дети должны заниматься спортом, быть здоровы. Поэтому я думаю, что эта работа, конечно, должна будет продолжаться и дальше. Всего в 2021 году за парты химкинских школ сели более 32 тысяч учащихся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова